В ходе своей презентации я расскажу вам о нашей стратегии, расскажу о мобильности, о том, что это понятие для нас включает и о том, что мы планируем в этой области делать. Во-первых, необходимо помнить о том, что вам, конечно же, известно. Мир не стоит на месте. Мир меняется. Мы выделяем четыре основных направления этих изменений. Во-первых, мобильность. Мобильность – постоянный рост количества мобильных устройств. Мы считаем, что в 2019 году будет 5,2 миллиарда мобильных устройств, в то время как в 2014 году их было 4,5 миллиарда. Кроме того, в 2019 году мы ожидаем, что количество подключенных к мобильным сетям устройств будет составлять 11 миллиардов. И для того, чтобы сделать еще один пример, который будет более очевиден для всех нас. Есть исследование, который показывает, что в 2012 году, в Украине, как пример, есть было 7,2 миллиардов, которые в одной доме, связаны с интернетом. 7 в Украине. Боя и двенадцать миллиардов. Боя и двенадцать миллиардов будет 500 объектов в каждой доме, подключенных к интернету. 7 в Украине. Приведем пример, чтобы проиллюстрировать данную тенденцию. Было проведено исследование, в результате которого было выяснено, что в 2012 году в Великобритании в одном домохозяйстве в среднем было 7 подключенных к интернету устройств. Ожидается, что к 2020 году в каждом домохозяйстве в Великобритании будет 500 подключенных устройств. Вторая вага, второй двигатель – информация. Все из вас, все из вас, я, производил информацию каждый день. Мы не только consumим информацию, но и производим. И это, опять же, ключевой двигатель, потому что компании должны сейчас использовать эти информации. Следующее направление изменения – это информация. Мы все с вами производим информацию. Не только потребляем, но и производим. И компании должны научиться использовать эту информацию. Следующее направление – это облачные решения. Облачные решения полностью меняют характер деятельности компаний, обеспечивая их гибкость, масштабируемость, применение таких моделей, как Pay-as-you-go, т.е. платить за использование и т.д. И третье – это социальные сети. Все из нас, опять же, все очень сильные пользователи социальных сетей. И это имеет влияние на то, что компания также требует обеспечить своих работников и обеспечить своих клиентов. следующий направление – это социальные сети. Практически все пользуются социальными сетями сегодня. И компаниям необходимо использовать социальные сети для общения со своими сотрудниками и своими клиентами. Стратегия Orange Business Services основывается на этих четырех направлениях изменений. На данном слайде вы видите пять столпов нашей стратегии. Здесь вы видите, что мы обеспечиваем подключенность сети, connectivity. Здесь видите другие компоненты – облако, приложения. И сегодня мы с вами поговорим о том, что мы обеспечиваем для наших клиентов возможность подключаться к сети умно и мобильно. Кроме того, когда мы говорим о мобильности, мы, как оператор, должны помнить, что речь идет не только о количестве сотовых устройств, мобильных устройств, которые появляются, но и о том, что этот процесс влияет на то, как работают компании. То есть компании сегодня работают по-другому, и мы должны обеспечить им возможность использовать эти мобильные решения, причем безопасно, как вы здесь видите. Давайте поговорим о мобильности поподробнее. Давайте поговорим о мобильности поподробнее. Здесь, на нижней части слайда, вы видите полосочку, на которой изображены принципы использования мобильных решений в компаниях, по мнению Orange Business Services. Это контроль, политики, применение и трансформация. Итак, что происходит? Первый этап, что сотрудники приводят свои собственные устройства, и они используются работать с смартфонами в доме, в своей собственной жизни. И они приводят это в обеспечении бизнеса, свои смартфоны и свои таблетки. И, конечно, компании, IT, нужно контролировать это, потому что это приводит потенциальных проблем с безопасностью. Есть много различных ОС, обеспечивающих систем. Есть возможность, также, аксессуровать аппликации, но не совсем в другую сторону. Поэтому они должны контролировать. Первый этап. Итак, первое – контроль. Сотрудники компании приносят на рабочие места свои устройства – планшеты, мобильные телефоны. Они к ним привыкли и хотят пользоваться им на рабочих местах. Понятно, что IT-подразделения компании должны контролировать этот процесс, потому что здесь важные аспекты безопасности, доступа к информации. В этих устройствах могут использоваться разные операционные системы. Это все необходимо контролировать. И, с помощью мультипликации смартфонов и таблетов в бизнес-environме, который входит к работе, также есть способ, как это используется. И тогда мы, компания, должны поставить в место, как использовать эти устройства, как действовать с этим устройством. И тогда мы говорим о политике, о том, что привыкли к своему устройству. И это, также, очень важный этап в мобилизации компании. Следующий очень важный этап мобилизации компании – это политики. Когда приносят сотрудники свое устройство в компанию, они должны пользоваться ими определенным образом. Поэтому разрабатывают специальные политики. Следующий этап – это применение. И тогда, приносят сотрудников, и поддерживать аппликации. И здесь это, чтобы создать правильную аппликацию, которая помогает и применяет использование компании, но через мобилизации. И это про поддержку, про коллаборацию в бизнес-апплике. Следующий этап – это применение. Здесь мы говорим о том, что мы должны дать сотрудникам возможность использовать свои мобильные устройства в корпоративных целях. Мы должны разрабатывать такие приложения, которые будут для этого удобными, которые будут подходящими. И это обеспечит совместную работу и улучшит общую производительность компании. Как вы понимаете на предыдущих слайд, это не только мы используем мобильные устройства, но и все объекты, которые окружают нас. И здесь есть то, что обеспечивает объекты. Мобилизация для компании для компании, это связать все эти экосистемы. И так далее, это влияет на процессы бизнес-процесса. И это позволяет компании также проверить процессы бизнес-процесса по поводу мобильных устройств использований, вы и я, и мобильных устройств использованных объект. И это действительно в том, что мобилизация происходит не только в среде людей, но и в среде различных устройств, различных объектов. Необходимо, чтобы на компании была создана некая экосистема мобильная, в которой будут все эти элементы включены. И при создании такой экосистемы, конечно, сильно меняются бизнес-процессы. Они пересматриваются, перестраиваются с учетом мобильности человеческой и мобильности или подключенности различных объектов. Все это учитывается и все это влияет на изменение процессов компании. И, опять же, роль of Orange Business Services and the mission is to accompany our account and customers all along this process. Наша миссия и задача Orange Business Services заключается в том, чтобы помочь нашим клиентам быть рядом с ними в процессе этой трансформации. If we look now within the company, what are the impact of mobilizing, mobilization? There is three, I would say, roles that we find in the company. Users, the business, owners and the IT. Итак, мы выделяем в компании три элемента мобильности. Три направления. Это пользователи, это владельцы бизнеса и IT-подразделения. So what are the challenges for the users? The mobile, the mobilization needs to make his, I would say, his job, his task more convenient, faster, more interesting and to provide, obviously, mobility. And this is what we will see a little bit later with the case of Clouds. Итак, что такое мобильность для пользователя? Для корпоративного пользователя мобильных решений это возможность работать более удобно, быстрее, в более интересных условиях и, конечно, в мобильных условиях. что касается владельца бизнеса, то, конечно, он отвечает за результаты компании, прибыли, убытки, за создание ценностей внутри компании. And, obviously, the nightmare is for our dear friend the CIO, the IT manager is how to manage this, how to manage those mobile, how to manage those SIM cards in terms of security, in terms of risk management, flexibility and how to provide a simple management of all of that. And this is not, obviously, so simple to do. Поэтому, собственная компания, конечно же, стремится использовать мобильные решения для того, чтобы снизить свои затраты, повысить свои доходы, получая больше денег с рынка. Что касается наших друзей, директоров ПО и Т, то, конечно, для них основная задача управлять всем этим процессом мобильности и мобилизации компании с тем, чтобы он проходил условия безопасности, контроля риска и гибкости. Кроме того, они должны всем этим заниматься так, чтобы у них это получалось просто и легко. Here we do understand that introducing мобильность и мобилизация внутри компании – это не только IT-топик, но и вообще бизнес-топик, including end-users, которые должны обеспечить мобилизацию мобилизации если мы хотим обеспечить его успех. продавайте последнюю версию вашу аппликацию и, конечно, configure это. Давайте поговорим о задачах, которые стоят перед ИТ-подразделениями в таких процессах. Мы здесь выделяем следующие задачи. Необходимо управлять этим процессом. Необходимо управлять устройствами, управлять контентом. Необходимо предоставлять те инструменты, которые нужны, необходимо обеспечивать безопасность и следить за издержками. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы операционные системы были поддержаны, чтобы были доступны все приложения, которые нужны пользователям, чтобы они корректно отображались на всех устройствах. Кроме того, должна быть установлена самая последняя версия всех приложений. Также необходимо заниматься конфигурацией всего оборудования. оборудования и уверены, что данные, которые двигаются через мобильную информацию, будут безопасно транспортированы. Следующий важный момент – обеспечение безопасности. Та информация, которая используется на мобильных устройствах для учреждения профессиональной деятельности, должна быть защищена. Она не должна быть похищена с устройством и так далее. Кроме того, с точки зрения пользователя, большое значение имеет сохранность персональных данных, чтобы эти данные не пропали с устройства и, каким-то образом, не использовались так, как надо. И второй аспект безопасности – это передача информации. Понятно, что нам мобильные устройства и с мобильных устройств передается важная информация, необходимо обеспечить ее безопасность. И последний последний вопрос – это, чтобы быть уверенным, что пользователи используют эту информацию. Потому что, если мы делаем все это, все эти трансформации, и, в конце дня, мы не приведем пользователей, это, конечно, не полезно. Здесь, это обеспечить им правильное обеспечение, им правильное поддержание. для того, чтобы пользователи использовали правильный поддержку. Следующий важный момент – наши пользователи должны использовать приложения. Если мы проведем трансформацию, и, при этом, пользователи не будут применять эти приложения, понятно, что силы будут потрачены зря. О чем здесь речь? Мы должны создать правильную среду, необходимо создать комфортные условия работы для наших пользователей, в том числе, оказывая им необходимую поддержку. Итак, какие решения предлагают Orange Business Services предложить нашим клиентам? Первая – в том числе управления мобильного управления. Это означает, что все, что мы предлагаем в том числе управления, управления и контент для помогать компании имплемент их мобильного политика. Итак, какие решения предлагают Orange Business Services своим клиентам? Первая группа таких решений называется Enterprise Mobility Management управление мобильностью предприятия. Здесь мы говорим о управлении устройствами, приложениями и контентом. Это все устроится через создание необходимых политик мобильности на компании. вторая группа нашего предложения называется «Телеком экспенсы менеджмент». Как сделать уверен, что мы сможем обеспечить правильные инструменты для компании управления и уменьшения – это объективно – экспенсы, которая связана с телекомом. Следующее направление – это управление затратами на телефон. Здесь мы говорим о различных инструментах, которые мы можем использовать для управления нашими затратами на связь и для их снижения. для того, чтобы выяснить что мы можем обеспечить на среднем 25% на телеком инвесторе и на мобильную инвестору в мобильную инвесторе на мобильную такие инструменты. Для информации переведем статистику в среднем. Благодаря внедрению таких решений мы помогаем нашим клиентам снизить их затраты на мобильную связь в первоцентре. The third brick is about development of application. We do propose as well to our customers to build for them their application. Следующее направление – это разработка приложений. Мы разрабатываем для наших клиентов приложения. The third one, which is essential for us as an operator, is to integrate everything. Our role is to put everything together in order to provide a one-stop shopping solution for our customers to help them in their transformation taking into account mobility. And the fourth direction – integration. For us, as operators, this is a very important direction. We have to do everything together. We have to our clients work according to one window. to to the process transformation of mobility. Once again, mobility is not stand-alone. Now, it's completely part of the full IT of a company. And we are not doing that alone. We are leveraging some strong partnership here. The two main partners we are working with in order to deliver those solutions to our customers are Mobile Iron and Tango. Let's look at two references, two cases as well, just to illustrate a little bit all what I shared with you so far. Let's look at two references, the history of foreign affairs in Belgium. What they wanted to do? They had more than 3000 employees around all the world in 132 locations. And they wanted to deploy this bring your own device policy a nightmare for them because so many different operators, so many different appliances, so many different operating systems and not a huge IT-centralized team. First, let's give you an example of the Ministry of Foreign Affairs of Belgium. There were about three thousand employees in 132 countries and they decided to implement the policy and bring their own devices. For them, it was a very difficult task and a real nightmare because there were a huge number of operations systems, devices, operators and there were not a huge IT-centralized team. What did we offer to the foreign ministry of Belgium? It's to manage completely the BYOD policy around all the world and now they have a solid policy, solid processes to able to manage in a fully secure way this bring your own device. We've proposed MUD to Belgium the next decision. We're completely managing their policy to bring their own devices and now the policy is made safe, safe, and safe. the second one we wanted to share with you is a little bit disruptive and interesting one. It's about agriculture. the future. Let's give you another example. It's about the future. What do we do in agriculture with mobile? We do a lot of things. So, what do we do in agriculture? So, what do we do? here is the story of a very small company who wanted to help the farmers to optimize the way they are cultivating the crops and to be more effective in the crops management. And how to use very efficiently the water and the fertilizer? And how does it work? They have produced these captors and you see a picture of these captors which are equipped with the SIM cards. We have developed an application that every farmers who goes with this company, with these providers, look at the weather conditions, look at the conditions of humidity in the ground, live, and is able to adjust hours by hours the level of water that needs to be sent to a parcel, and different parcels, and the level of fertilizer on a monthly base that needs to be as well done in order to have the optimized growth of the crops. This is our solution. This is our solution. The company created a patch, which you can see on the screen, and we developed a device. With this program, our farmers can control the temperature of the water, the water, the water, the water, the water, And this device allows us to change the amount of water for the water for every hour. And when you know and when you understand that water is a really scarce resource on Earth, and if here we have a very good example of how technology and mobile technology can definitely help our planets to go better, and to use much more efficient these natural resources. And this is the beauty of technology. Talking about beauty, I will now introduce a beauty brand, and Tatiana will explain to us the beauty brand, about clients, and how clients mobilized part of their business. Thank you very much.